Вернувшийся с войны военный устроил взрыв в собственном доме в Челябинской области. С Нового года подражает множество привычных всем нам товаров. Что именно, сейчас расскажу. Ну и главная тема – соцсетей. Вечеринка Настя Ивлеевой. Многие недовольны. Это новости Воздух. Меня зовут Дмитрий Еловский. С вас лайки и подписки. А мы начинаем. Военнослужащий устроил взрыв в пятиэтажном жилом доме в Челябинской области. Из дома эвакуировали семь человек. Сам военный серьезно пострадал. Об этом говорят источники телеграм-канала Астра. Взрыв произошел в доме 66 на улице Бибикова в городе Верхний Уфалей Челябинской области днем 20 декабря. В квартире на третьем этаже выбило окна. Начался пожар, однако его удалось быстро потушить. Семь человек эвакуировали. Эпицентром взрыва оказалась квартира военнослужащего военной части 3468 Александра Чернушкина. Он недавно вернулся из Украины. Ему в результате взрыва отрывала кисть. Чернушкин объяснил спасателям, что в его руках якобы взорвалась петарда. Но, конечно, маловероятно. А вот какой именно боеприпас на самом деле взорвался в квартире военного, покажет экспертиза. Других пострадавших пока нет. В Москве на Новый год салюта не будет. В столице отменен новогодний фейерверк. Планом основных мероприятий встречи нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено. Это цитата из заявления профильного департамента столичного правительства. Напомню, что это уже второй Новый год без салютов для жителей столицы. С Нового года еще сильнее подражает множество продуктов. О росте цен с января в среднем на 5-20% торговые сети уже предупредили производители. Но так, например, Вимбельдан повышает стоимость молочных продуктов почти на 5%, а соков на 16%. Йогурты Эрман, например, вырастут на 5%. Мутен Партнерс, производитель таких соков, как Добрый, Рич, Моя Семья, увеличат цены на напитки на 13%. Печенье Любятова подражает на 6%. Нестле сообщило о повышении цен на кофе на 15%, на готовые завтраки до 9%. Шоколадки Риттер Спорт и Фрера Роше подражают в среднем на 7-14%. Цены на рис поднимутся на 22%. Это из-за неурожая в Индии и Таиланде, которые резко сократили экспорт. Компании связывают повышение цен с ростом курса валют, что негативно влияет на затраты на импортное сырье. Про валюту еще поговорим. Но, кроме того, подражали более чем на треть перевозки внутри страны. Ну и курс рубля. Он вновь падает. Евро уже торгуется на бирже по 101 рублю, доллар по 92. Так сильно по сравнению с евро рубль не обесценивался 26 октября. Доллар превысил отметку в 92 впервые с 11 декабря. В 2023 году в суды поступило рекордное количество дел о госизмене. Об этом сообщают адвокаты из первого отдела. Его участники нашли в картотеках судов более 63 дел по статье госизмены. Еще 7 по введенной в 2022 году статье сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Итого 70 дел. Первом отделе считают, что это исторический максимум. ФСБ говорит, что приговоры вынесены уже по 33 делам. Правозащитники посчитали, что их количество на самом деле больше, только 37 обвинительных приговоров. Самих фигурантах почти ничего неизвестно. Однако юристы первого отдела раскрывают методику силовиков. Они считают, что такое впечатляющее количество дел по госизмене в значительной мере результат провокации со стороны сотрудников ФСБ. Сотрудники спецслужб знакомятся в сетях с несогласными с войной и начинают переписываться от лица граждан Украины или россиян, которые имеют антивоенные взгляды. Потом силовики просто добиваются нужных ответов. Например, что человек хочет помогать ВСУ. Добившись этого, ФСБшники задерживают людей и переходят к обвинению. Про других силовиков МВД объявила в розыск главу отдела расследований ФБК Марии Певчих и нашего коллегу журналисту популярной политики Дмитрия Низовцева. Что конкретно послужило поводом для их розыска, неизвестно. С начала полномасштабного вторжения в Украину экспорт в Россию хлопковый целлюлез вырос двое. Если в 2021 году он составлял с 4 миллионов долларов, то в 2022 году он вырос до 10 миллионов долларов, говорится в совместном расследовании важных историй о CCRP и ресурсовласть.кз. Кроме того, с начала 2023 года только Узбекистан поставил материалы почти на 9 миллионов долларов. По информации журналистов, главными производителями целлюлезы выступают узбекистанский ферганский химический завод и казахстанская хлопкорм целлюлеза. У них материал покупают частные российские компании, которые затем передают целлюлезу четырем основным покупателям. Казанскому пороховому заводу, Нижегородскому заводу имени Сверлова, Пермь и Олексинскому химкомбинату. Все они находятся, надо сказать, конечно же, под санкциями. В ответ на запросы журналистов, ферганский завод отметил, что в 2023 году не имеет ни одного прямого контракта с пороховыми и военно-промышленными заводами. А хлопкорм целлюлезе утверждает, что компания продавала целлюлезу для производства красок и лаков, а не пороха. Чиновники также уклонились от ответов репортёров. В МИД Казахстана заявили, что поставки не входят в их компетенцию, а Министерство торговли, интеграции отправило в Министерство промышленности и строительства. Узбекские чиновники и вовсе не ответили на запросы журналистов. Вечеринку Насте Ивлеевой просит проверить на ЛГБТ пропаганду. Пати с таким практически ню-дресс-кодом прошла в московском клубе «Мотобор». На эту вечеринку пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Валита Милявская, Алена Вданаева, рэпер Джиган, ну и многие другие. Давайте посмотрим фото, которые мы вам можем показать с этой вечеринки. Там засветился рэпер Валио, который скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса и надел на половой орган носок. Другой одежды на музыканте не было. По данным издания Мэш, представители движения 40-40 якобы заметили на вечеринке Ивлеевой целующихся мужчин, после чего они написали обращение в прокуратуру. Ну а встание зет-пропагандистов, традиционные вой и вопрошания, а может ли творческая элита вот так отдыхать в эпоху СВО? Друзья, а вам как вечеринка, как дресс-код, пишите в комменты. У меня на этом все. Это был Дмитрий Иловский. Лайки и подписки с вас. С нас все самое свежее. Пока. Субтитры подогнал «Симон»